Орешек знания твёрд, но всё же мы не привыкли отступать. Нам расколоть его поможет киножурнал «Хочу всё знать». Прошло 30 лет со дня победы советского народа в Великой Отечественной войне. О ходе войны, о её главных сражениях расскажет нам карта. 1941 год. Поработив почти всю Западную Европу, собрав огромную армию, фашисты 22 июня вторглись на нашу землю, вероломно не объявляя войны. Сея повсюду огонь и смерть, они захватывали города и деревни, рвались к Москве. Наша армия, скрыто сосредоточив резервы, в декабре начала мощное контрнаступление. Это была первая крупная и долгожданная победа. Но враг был ещё силён. Фашисты перешли в наступление на юге и летом 42-го вышли к Волге. Сталинградская битва. После трёх месяцев героической обороны наша армия прорвала фронт противника с севера и юга, окружила крупную группировку фашистов и уничтожила её. В Германии был объявлен траур. В это время, южнее Ладожского озера, было разорвано кольцо блокады вокруг Ленинграда. В июле 43-го года фашисты попытались взять реванш за поражение. Но битва на Курской дуге закончилась для них полным разгромом. Наша армия перешла в решительное наступление. Освобождая город за городом, форсируя реки, нанося сокрушительные удары, она изгоняла фашистские войска с нашей земли. Белоруссия. Летом 44-го здесь была разгромлена группа армий «Центр». Наши войска вышли к государственной границе. Началось освобождение Европы. Советские войны несли порабощенным народом долгожданную свободу и мир. И вот весна 45-го. Битва за Берлин. Штурмом взят последний оплот врага. Взвелось над поверженным Рейхстагом красное знамя. Оно возвестило о великой победе. Знаменитая «Катюша». Тогда это было самое секретное оружие. Его мало кто видел. За ним долго и безуспешно охотилась фашистская разведка. Все хранилось в тайне. И рельсовая пусковая установка, и система зарядки и наводки, и особые снаряды. Этот снаряд весил сорок с лишним килограммов и пролетал до восьми километров. Впереди находился мощный боевой заряд, а сзади реактивный двигатель, работавший на твердом топливе. Конечно, эти сведения были совершенно секретными. Врагам разрешалось увидеть и почувствовать только сокрушительный огневой шквал «Катюши». Впервые «Катюша» заговорила на 23-й день войны в боях под Орши. Трудными фронтовыми дорогами прошла «Катюша» свой славный боевой путь. Внимание! Внимание! В воздухе «Покрышкин» предупреждали друг друга фашистские летчики. «Покрышкин» боялись. Его мастерство вести бой, смелость и неожиданность маневра, меткость стрельбы приводили в смятение фашистских асов. Первый самолет «Покрышкин» сбил на второй день войны, а всего им сбито 59 фашистских самолетов. Летчик «Покрышкин» первым в стране стал трижды героем Советского Союза. В конце войны, командуя большим авиационным соединением, «Покрышкин» участвовал в битве за Берлин. Сейчас, ребята, к вам обратится маршал авиации, трижды герой Советского Союза Александр Иванович «Покрышкин». В годы Великой Отечественной войны советский народ под руководством Коммунистической партии защитил свободу и независимость социалистического отечества. Это великий подвиг. В боях с фашистскими захватчиками ваши деды, отцы и матери проявили мужество, стойкость и героизм. Будьте достойны своей жизни в труде и учебе их подвига. «Люди, покуда сердца стучатся, помните, Какою ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните!» «Через века, через года, помните!» «О тех, кто уже не придет, никогда, помните!» «Не плачьте!» «В горле сдержите стоны, горькие стоны!» «Памяти павших будьте достойны!» «Вечно достойны!» «Но этого в тех, кто уже уйдется!» «Две пазухи — чтобы все построили, убеждえて мысльные и было это!» Субтитры создавал DimaTorzok